В этом видосе один съемник сделаем, второй съемник и небольшой лайфхак по вот таким вот кругам, как продлить им жизнь. Друзья, всем привет! Ну что, очередной раз, в очередной раз вот такая бяка-бука. Перелил, как говорится, и тут бац, нежданчик. Короче, гайку так закусила, что капец. Вот такой ключик, вообще не рассматриваю, он гнется, он руками, вот он согнул его, беру вот так вот его и в обратную сторону разгибаю. Вообще, вот в комплекте, который шел, сейчас с ним попробую. Ну, опять же, видели прошлые видосы, как замечательным образом выломалась кнопка, поэтому сейчас попробую открутить, не прибегая к использованию кнопки. Сейчас диск, вот он остался, да, такой хорошенький. Сейчас диск зажму в тисы. Мне уже писали в комментариях, Саня, выломай его, возьми тоненький металл и начинай его там вытачивать, выбирать, и потом оно открутится. Но если у меня раз через раз будут такие вещи, то я полдня буду тратить только на то, чтобы вытачивать остатки диска. Поэтому сейчас пробую родным ключом. Я сделал сейчас сюда съемничек, но еще не откручивал. Покажу сейчас, как он выглядит. Ну, сначала попробую родным ключом. Так, ну, запись пошла. Сейчас вот так вот зажимаю. Диск видно там? Ага, вроде бы видно. Попробуем открутить ключом, родным. Неудобно. Выломал еще, еще диска выломал чуть-чуть. Как бы вот так. Сейчас как раз таки и дойдут до того момента, что придется его... Короче, ключ тоже разъинается. Нифига. Ладно, сейчас покажу съемничек. Сделал на скорую руку, конечно, видос забыл снять. Но я сейчас буду делать еще один такой же. Здесь шайба немножко другая. И вот эти ключи... Вот они, если видно, не совпадушки. Здесь свой ключ. Он пошире. Вот. Я думаю, из него сделать. Либо, либо, либо... Либо, либо просверлить 4 отверстия вот такой же шайбы. Она у меня есть, мужики. Вот у меня есть такая же шайбуха. Просто положить и просверлиться там, где надо. Чтобы использовать один съемник на две гайки. Ну, сейчас решим, как будет лучше. Возможно, даже так и сделаю, мужики. Болт накручу, отмечу, просверлюсь. Вот. Или сделаю еще один. Ну, на всякий случай. Потому что сосед меня просил недавно открутить. Но там хорошо хоть у такого плана гайка была. А если вдруг у кого-то будет вот такого плана и не просверленная. Короче, сделаю еще один съемник. Пускай будет в запасе. Вот. Как-то так. Вот таким вот образом ставится на все 4. На все 4 отверстия. Вот. Ну, зачастую шайбы мы прикручиваем вот этим выпуклым снаружи. Да? Вот. Давайте сейчас попробую ключом на 22. Открутить рычаг побольше. Не. Выламывайся сейчас и все. Здесь выламывается и все. Поэтому сейчас буду применять тяжелую артиллерию. Вот такого плана. Будем отбивать его. Гаечка на 22. Такая же. Резьба. Здесь. М14, да? А то как-то сказал в одном из видосов. М12. Так там чуть не съели меня. Заговорка. Опа. Вот и все. И никаких, мужики, проблем. И корпус целый. И откручено. Покажу, как я его сделал. Из чего делал. Кому-то может быть пригодится. В общем, из чего был сделан съемник. Я думаю, некоторые уже догадались. Вот такая толстенькая шайба была взята. Вот такого плана. Это она стоит. Вот на гранатах зажимает подшипник. Двухрядный, да? Это с переднеприводного авто. Девятка, восьмерка и так далее, и тому подобное. Вот она была взята за основу, потому что она толстенькая. Будем так говорить. Дальше гаечка на 22. Можно взять, конечно, любую другую. Но я взял на 22. Очень удобно это все дело центровать. Болтик. М-14, ребятки. А то сейчас скажете, опять там что-то наговорил. Одной рукой, конечно, неудобно. Сейчас вот так вот навинчу, паузу поставлю. Так, ну, зажал болт в тисы, зажал вот эту шайбуху, но еще не приваривал. Сейчас, значит, просверливаюсь. Ставить штыри, штыри вот эти вот, да, выступающие. Это у меня мужики, ну, судя по ребрам, да, кто заметил, знаете. Это вот такие вот гюбеля, гюбель-гвоздь. Как бы гвоздь, он мягкий, а гюбель-гвоздь, он все-таки поплотнее, пожестче. Вот он диаметром замерил, вроде бы, четыре с половиной. А отверстия сверлил 4,2 сверлышком. Где-то вон он у меня заряжен. Чуть меньшего калибра. И они под дюбеля чудесно плотно забиваются. Ну, в общем, сейчас просверливаю и покажу. Все, друзья, просверлился, четыре отверстия. Теперь можно это дело раскрутить. Да, чуть не забыл. Вот, смотрите, мужики. Здесь у меня вот, вот этой выступающей частью, да, если я ложу на съемник, то у меня ключ, ключ, вот этот съемник, да, он как бы плотно прилегает. А теперь вот этой частью я ложу на эту гайку. И здесь появляется вот такой зазор. Вот тут, мужики, я выбрал, выбрал коронкой на 22, так, чтобы, ну, не до конца, можно было насквозь просверлить, но не до конца я сделал, чтобы вот эта часть уходила и пряталась вовнутрь. Потому что, если, я думаю, сделать вот таким вот образом, то оно будет работать на излом, когда будет отбивать, откручивать и гнуть, да. А вот в таком варианте оно будет работать на срез, что увеличивает шансы, что оно не согнется, не сломаются вот эти вот вещи. Давайте сейчас покажу, как коронкой высверлить, да. Можно выбрать это напильником, помучаться, но я быренько сейчас это дело поправлю. Вот эти вот шайбухи остаются, да, тут их уже приличное количество. Вот такого плана, не помню, откуда высверливал, ну, такая толстенькая, но она дошла по размеру. Как раз вот шайбука одевается на нее и никуда она не девается. Это для центровки сверла. Сейчас здесь я вот прихватывал, две точки ставлю, прихватки. Выбираю, а потом ее срезаю. Ну, сейчас покажу. Ну, вот две маленькие прихватки. И вот так вот это все дело выглядит. Это я уже первую как раз таки делал, теперь там фасочка снята. Сейчас зажимаю, друзья, в тесы и высверливаю. Зажимаю. Совсем немного, даже не насквозь. В общем, снялась вот такая вот фасочка. Можно было насквозь просвелить, но не стал. То есть, я думаю, понятно, да, для чего. Было, друзья, вот так. А стало теперь вот так. Все, теперь сейчас забиваю дюбеля. Перед этим я уже его немножечко сточил, чтобы он был неострый. И забиваю. Так, и проверяем, мужики, где тут моя шайбуха, так, чтобы она торчала, где она там, камера. О, чтобы немножко торчала. Потом мы это все дело выровняем на станке. Сейчас отрезаю болгаркой. И так четыре раза. Вот так вот, друзья, получилось. Здесь лишнее срезал. Сейчас нужно будет немножко их утопить. Так, чтобы было видно, где варить. Сейчас вот керно. Вот им немножечко продвину. Буквально тут на миллиметрик. Даже, может, и меньше. Главное, чтобы было видно место сварки. И точечно прихвачу. Вот. Не там, а вот здесь. Вот так вот. Немножко утопил тут буквально, я же говорю, миллиметрик. Главное, чтобы было видно, где варить. Ну и, соответственно, зажимаю в кисы за один из них. И завариваю точечно. Ну вот и все. Прихватил. А теперь ставлю шайбу. Вот здесь они торчат. И срезаю их заподлицо. Вот. Ну не на шайбе, конечно, срезаю. А вот заметил, снял, отрезал, промерил. И так четыре раза. Ну вот и все. Подровнял. Теперь они не выпирают. То есть в диск упираться не будут. При этом очень плотненько шайбухи соединены. И теперь остается только зажать болт. Вот таким вот образом, мужики. Одеваю. Накручиваю вот здесь чуть-чуть. А гайкой поджимаю, чтобы потом можно было снять. Ну сейчас покажу. Буквально тут полвиточка. Этого будет достаточно. Ну вот. Накрутил. Вот видно, да? Буквально схватилось все. Потому что, когда вот здесь проварится, чтобы они не были законтрены. Так как штыри уже вот там стоят в шайбе. Все. Зажимаем. И обвариваю гайку. Так. Ну приварил. Конечно, так. Так себе. Ну сейчас я его обработаю. Также на станочке аккуратно. Культурный тур. И все. И вот болт теперь спокойно снялся. А если больше накрутил, возможно бы не открутилось. Все. Сейчас остужаю. Обрабатываю. И посмотрим. Вот. Вот таким вот образом. Все четко, да? А этот уже будет под меньший калибр. Вот. Как-то так. Времени занимает вот это изготовить. Когда, если есть, из чего делать, да? А что нужно? Кусок металла. Не обязательно такая же шайба. Можно использовать, сварить до кучи две других шайбухи, да? Взять там на 14, на 16. Без разницы. Можно использовать какой-нибудь кусок металла. Не обязательно круглый. Какой-нибудь подходящий, квадратный, да? По толщине. Нет обрезка. Ну, я покажу примерно, да? Кусок металла. По краям сверлятся отверстия. В центр вваривается гайка. То есть, съемник можно сделать из чего угодно. Главное, быстро. Занимает это времени, я не знаю, может, повторюсь. Минут пять от силы. Просверлить. Наметить, просверлить. И приварить гайку. Все. И, ну, прихватить. Делов я дольше рассказывал. Мужики, не поверите. Дольше рассказывал. Теперь, как говорится, не будут уже танцев с бубнами. Закусил, отломил, поставил, отбил, поменял. Все. Считанные секунды. Если у кого нет, мужики, а ситуевины бывают разные. Да, ситуевины. Поэтому сделайте. И пускай он лучше лежит, чем потом будете ставить, выпиливать. Где-то еще там что-то. Самый раз. И покупать не надо. Я не знаю, вообще продаются подобного вещи. Рода вещи или нет. Но, тем не менее, там порылся. Здесь сделал. Все. И, кому интересно, вот еще небольшой лайфхак. Если кто пользуется вот такими кругами. Где, ну, не вот такого плана, да, чаша. Жесткая. А вот лепестки, вот такие мягкие. Вот еще кругом. Работать и работать. Лепестки, мужики, уже вот выламываются. Выламываются вот таким вот образом. Потому что он гнется, когда работаешь. И они ломаются. Сейчас небольшой лайфхак, как продлить ему жизнь. Потому что выкидывать вот такие вещи, ну, совсем будет неправильно. Так, ну, а что для этого нужно? А для этого нужно два огрызка. Вот, ну, от болгарочки, да. У меня их тут на любой вкус и цвет. Один, чтобы подходил вовнутрь. Чем плотнее, тем лучше. Ну, вот этот подобрал таким, с минимальным зазором. Может даже, можно взять другой какой-то, подточить его. Если вот здесь он не хочет залазить, да. Можно вот чуть-чуть подточить. И я вот подобрал вот такой огрызок. Вот. И еще один огрызок. Вот такого плана, да. Вот. Снаружи по размеру. Теперь надо вот этот бутерброд просто прикрутить, мужики, на болгарочку. Вот и все. Сейчас покажу. Так, первым делом одеваю диск. Без разницы, какую сторону. Ну, вот так вот один. Железной шайбой, вот этой, туда. Потом одеваю вот этот диск сюда. И здесь вот этой выпуклой стороной прикручиваю. То есть он попадает на тот диск и центрует его. Обороты здесь нездоровые. До четырех тысяч. Вот, работаю на таких дисках. Но, тем не менее, сейчас тебе осталось затянуть немножко. Ну, вот, притянул. Этот диск не даст ему прогибаться. Будет упора. А этот диск его отцентровал. Ну, отрезной кусочек, да, огрызок. Все. И теперь можно, мужики, работать. В общем, мужики, на этом, в принципе, видос можно и закончить. Кому понравились вот такие вот вещи и моменты, да, их называют еще лайфхаками, вроде бы, якобы. Обязательно оцениваем. У кого нет, мужики, вот таких съемников, сделайте себе обязательно. Незаменимая штука. Когда, особенно, когда есть вот такой вот инструмент. Не надо ждать, пока случится чудо. И гаечка сама себя открутит. Поплясать придется, если нету таких вещей. Мама, не горюй. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Занимаемся дальше, как говорится, по плану. Санек.